Депутаты парламента. За ходом голосования мог следить любой человек онлайн через сайт Центра избиркома. Камеры установили на участках и в столице, и в отдаленных регионах стран. Субтитры создавал DimaTorzok Центр «Окон Идеал» – авторизованный партнер ведущих заводов-производителей ДНР. Производственный опыт работы – 14 лет. Принимаем заказы на металлопластиковые конструкции всех типов с профессиональным заводским монтажом. Балконы с крышей по разработанному нами проекту. Дополнительная скидка – 10% на балконы из профиля «Нордпроф». Предлагаем также ролл-шторы «Легрант» и «ЛМ-Декор», входные металлические двери по индивидуальным размерам любой категории сложности. Для пострадавших от боевых действий и пенсионеров – стабильно низкие цены. До конца июня действуют дополнительные скидки на профили класса А и Б. Работаем по всей территории ДНР. Сделать заказ можно в наших офисах, расположенных по следующим адресам. Улица Октябрьская, 41, рядом с магазином «Магнит» и улица Октябрьская, 30А, район магазина «Шик». Справки по телефонам – плюс семь девятьсот сорок девять триста шестнадцать два ноля пятьдесят один, плюс семь девятьсот сорок девять триста пятнадцать девяносто один семьдесят четыре. Центр «Окон Идеал» – нам доверяют профессионалы. База отдыха «Семейная» приглашает отдохнуть на Белосарайской косте. К вашим услугам трех и четырех местные номера. В каждом номере – кондиционер, телевизор, холодильник, туалетная комната с душевой кабиной. В кране – очищенная, опресненная вода. Имеются кухни с полным набором посуды. Во дворе – большой бассейн с чистой водой. Детская площадка – спортинвентарь. До моря – четыреста пятьдесят метров. На рынок возим регулярно. Возможна доставка к месту отдыха из городов Харциск, Макеевка, Донецк. Бронирование номеров за семь-десять дней по телефону 949-428-5036. Игорь Витальевич. Единый пункт выдачи заказов предлагают услуги по доставке товаров из различных магазинов Ростовской области на выгодных условиях. Мы готовы доставить как маленькие заказы из известных маркетплейсов, так и крупногабаритные посылки. Возможен возврат товаров, примерка хранения на складе, а также доставка до двери. Наши пункты работают ежедневно с 10.00 до 18.00. В Харциске по следующим адресам – улица Гайдара, 55, переулок Николенко, 2 и улица Адамца, 52. В Зугрессе по адресу – улица 60 лет Октября, 63, а также в Иловайске по адресу – улица Первомайская, 132. В наших пунктах выдачи вас всегда ждет отличный сервис, надежность и ответственность персонала. В эфире «Городские новости» в студии Валерия Отинова. Здравствуйте! В 2024 году в Донецкой Народной Республике у малоимущих семей и граждан появилась возможность заключить социальный контракт. Цель программы – помочь людям выбраться из трудной жизненной ситуации и увеличить свои доходы. Программа социального контракта, направленная на помощь россиянам с низким доходом, начала внедряться в 2021 году и вскоре ее охват составил почти 1 миллион граждан. В Донецкой Народной Республике закон о государственной социальной помощи на основании социального контракта вступил в силу в январе текущего года. Пока государственной помощью для преодоления трудной жизненной ситуации воспользовались немногие. Соцконтракт, между тем, дает возможность поправить свои дела, пройти переобучение, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу. Государство выплачивает человеку определенную сумму. В данном случае сейчас выплачивается 63 тысячи 332 рубля. Но сумма выплачивается не в общем объеме, она делится на 4 части. И первая часть, одна четвертая, выплачивается человеку при заключении контракта. Потом человек трудоустраивается. И после трудоустройства в течение трех месяцев мы также продолжаем выплачивать вот эти три четвертой части денег человеку как бы для поддержания жизнедеятельности. Благодаря социальному контракту можно воплотить в реальность свои идеи или, например, перевести любимое увлечение в статус бизнес-проекта. Для открытия своего дела государство может выделить порядка 300 тысяч рублей. По данному виду социального контракта мы можем выплачивать помощь до 350 тысяч рублей. Что человек должен сделать? Человек должен в первую очередь встать на учет в налоговую, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, составить бизнес-план. Данный бизнес-план предоставляет к нам СЗН. Мы в свою очередь направляем данный бизнес-план в такую организацию, как «Мой бизнес». Они находятся в Донецке. Там проводится экспертиза. Если план будет признан удовлетворительным, то мы приглашаем в орган социальной защиты к нам сюда на Шалимова-2. Человек проходит тестирование на предпринимательской компетенции. Если успешно сдает эти тесты, документы передаются в комиссию, комиссия принимает решение о заключении социального контракта. Денежная помощь на открытие своего дела не делится на часть. Ее выплачивают целиком. При этом социальный контракт заключается на 12 месяцев. То есть бизнес должен просуществовать не меньше года. Кто может получить данный вид помощи? Это, конечно же, граждане Российской Федерации. Человеку необходимо обратиться по месту жительства в СЗН, в орган социальной защиты, и предоставить пакет документов. Главное условие, которое на сегодняшний момент, я считаю, наверное, надо было с этого и начинать, самое главное условие – это человек должен быть малообеспеченным. То есть среднемесячный доход на одного члена семьи у этого человека должен не превышать прожиточный минимум, который установлен у нас в ДНР. Вот у нас в ДНР прожиточный 14,526 на душу населения. Вот если доход на одного человека меньше, чем 14,526, значит любой из членов этой семьи может обратиться к нам для заключения социального контракта. Харцизяне чаще всего оформляют контракты на ведение предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг. Узнать подробнее о возможностях социального контракта можно в городском управлении труда и социальной защиты населения. Руководство государственного предприятия «Вода Донбасс», оснабжающего Донецкую Народную Республику питьевой водой, сообщает, что с 7 августа возобновляется взымание платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения с жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Янакиево, Дебальцево, Пантелеймоновки, Зугресса и Лавайска, а также поселков и сел, входящих в указанные городские округа. На предприятии при этом разъяснили, как будет производиться начисление платы за воду в тех или иных случаях. Данное решение принято рабочей группой по реализации специального инфраструктурного проекта. Для жителей, у которых установлен прибор учета, начисление будет производиться по фактическим показаниям прибора учета. При отсутствии индивидуального прибора учета начисление будет производиться по суточной норме потребления в день осуществления подачи воды. При отсутствии холодного водоснабжения на верхних этажах при условии подтверждения проживания жителей начисление будет производиться по суточной норме уличной колонки в день осуществления подачи холодной воды. В городах Донецк, Макеевка, Исиноватая, Янакиево, Зугрес, Дебальцево норма составляет 50 литров в сутки. По городу Иловайск 40 литров в сутки, по городу Горловка 60 литров в сутки. Также по ГТ селу и поселках указанных округов соответственно. По всем вопросам касаемо начисления оплат можно обратиться в службу по работе с абонентами филиалов предприятия. С понедельника в Харциске закрывается роддом временно до 23 сентября. Хотя стоит отметить, что слухи о ликвидации акушерско-гинекологического отделения горбольницы уже не первый год муссируются в Харциске. Сегодня официальную информацию по этому поводу мы получили от главного врача ЦГБ Александра Цопова. Официальных документов и предпосылок к ликвидации родильного отделения в настоящее время нет. Родильное отделение больницы Харциска пользуется хорошей репутацией. Очень грамотные врачи, вежливый предупредительный персонал. Слава Богу, хорошие результаты их работы. Поэтому мы сейчас плодотворно работаем. Только что получен, кстати, в качестве гуманитарной помощи от Нижнего Новгорода, инкубатор для новорожденных, для тех, которые требуют выхаживания. Установлен также силами шеф региона Нижегородской области новый лифт. Сейчас идет его монтаж. Практически ежедневно идут роды. Коллектив работает в обычном режиме. В понедельник акушерско-гинекологическое отделение горбольницы закроют на плановую профилактическую дезинфицирующую обработку, которая продлится со 2 по 22 сентября. Жительницам Большого Харциска, у которых роды ожидаются в этот период, предстоит выехать за пределы города. В данной ситуации проходит маршрутизация пациентов в другое лечебное учреждение. После окончания, как мы называем, помывки, после окончания обработки родильный дом снова вернется к своему действию. Кадровый дефицит – одна из наиболее острых проблем сферы здравоохранения. И медучреждение Харциска не исключение. При этом коллектив Центральной горбольницы может гордиться сильными кадрами, отметил главврач. Люди доброжелательные, очень желающие работать и обладающие очень высокой квалификацией. Поэтому у нас высокий потенциал, может быть, даже выше, чем в тех учреждениях, в которых мне доводилось работать. И все инновации, все новые идеи, которые приходят к нам, воспринимаются с удовольствием и с желанием их воплотить в жизнь. И я надеюсь, что планку мы будем поднимать уровни нашего здравоохранения. По мнению Александра Цопова, взаимопонимание и взаимоуважение между врачами и пациентами – залог успешного лечения. Мы работаем в одном звене, над одной целью. Мы должны сохранить свое здоровье и здоровье наших близких. Поэтому мы ни в коем случае не являемся против действующими сторонами. Цель у нас общая, и мы должны быть заодно. У нас бывают ошибки, у нас бывают недочеты, у нас бывают какие-то проблемы. Мы должны их решать сообща, потому что здоровье общества – это проблема всего общества. Поэтому мы должны на ней работать планомерно, без эмоций, спокойно и настойчиво. В предстоящий понедельник в учебных заведениях республики прозвенят первые звонки. В новом учебном году в очном формате в ДНР будут работать 474 школы, 430 детских садов, 65 колледжей и техникумов, 61 организация дополнительного образования. В этом списке, разумеется, значатся и образовательные учреждения Харцисского городского округа, во многих из которых летом проводились ремонтные работы. В этом году при помощи региона-шефа удалось уделить внимание проблемным вопросам в семи школах городского округа. В 22-й школе – это ремонт кровли, замена оконных блоков и обустройство откосов. В 19-й школе – ремонт актового зала, замена оконных блоков и обустройство откосов. В 1-й школе – это ремонт актового зала, также были проведены работы по обустройству спортивной площадки. В 24-й школе у нас проводилась замена окон обустройство откосов. 7-я школа и 11-я школа – также замена оконных блоков и обустройство откосов. В настоящее время работы практически везде завершены, за исключением 22-й школы. В 22-й школе проводятся окончательные работы по обустройству кровли. Заметные обновления прошли и в 1-й школе, особенно в актовом зале учебного заведения, который сегодня не узнать. До 2023 года лета здесь была общая территория, совмещенная столовая со старым актовым залом. То есть по проекту еще 1977 года. Поэтому в 2023 году сделали перегородку, разделили столовую, ремонтировали с пищеблоком летом. А летом 24-го года благодаря подрядчикам и благодаря Дому народного единства и шеф-региону Нижнего Новгорода был отремонтирован актовый зал, который мы сейчас с вами видим. И полностью заменены все старые остекления на новые современные пластиковые окна, как в актовом зале, так и по всей школе. Теперь школьные мероприятия будут проходить в более уютной атмосфере, как для зрителей, для которых здесь появились удобные мягкие стулья, так и для выступающих, которые будут чувствовать себя уверенней на новой сцене. Сцена с современным новым покрытием, мягкий ламинат, который противодействует, можно сказать, имеет у него такое покрытие, которое не будет продавливаться от каблуков, то есть сценический материал, который специально для сцены. Ну, как бы, все, сделано новое освещение. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас появилась в актовом зале еще система, так сказать, для видеопоказов, то есть проектор. То есть, как бы, здесь все позволяет для того, чтобы можно было проводить массовые мероприятия как для школьников, так и общественно-родительские собрания, ну и, может, конференции какие-то городские, республиканского, то есть, как бы, министерского масштаба. Спасибо большое за то, что нам выполнили такую работу, дети будут очень довольны, учителя, соответственно, есть место, где можно теперь реализовать свои мечты и идеи. Огромное спасибо подрядным организациям шефа региона Нижегородской области, лично губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, за оказанное содействие в проведении ремонтных работ и восстановлении социально значимых объектов нашего округа. Кроме того, хочу обратиться к педагогическому сообществу городского округа, пожелать всем здоровья, мира, благополучия, творческих идей, вдохновения, всего самого светлого и прекрасного в преддверии начала учебного года. Всех с праздником! В августе все 18 общеобразовательных учреждений округа прошли приемку и готовы встречать новичков – 477 девчонок и мальчишек. По сложившейся доброй традиции ни один из первоклассников не останется без подарка. Получены подарки от Нижнего Новгорода. На пробных днях данные подарки были вручены. Это рюкзаки, наборы канцелярии для первоклассников. Кроме того, проходила социальная акция, в которой приняли участие такие компании, как Российское общество знаний, Движение молодежи, Движение первых, Сбербанк, компании ВК, Аэрофлот, которые также предоставили наборы первоклассникам. В состав набора входят мешки для сменной обуви, тетради в клеточку, в косую линию, расписание уроков, закладки, стикеры, бутылочки для воды, блокноты, шапки, браслетики. Это все будет вручено первоклассникам и, надеюсь, пригодится им для организации учебного процесса и немножечко продлит их праздник, скажем так. По словам Николая Осипова, в канун Нового учебного года из Нижегородской области в Харциск были переданы 120 учебников для особенных детей и 40 аптечек, которые будут распределены между школами городского округа. И в продолжение школьной темы. По многочисленным обращениям жителей Лавайска на участки интенсивного движения транспорта возле 14-й школы установлен светофор. Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин сообщил, что ведомство направило запрос в адрес заказчика работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Донецк-КПП Успенка, который был встречен с пониманием. И уже вскоре на нужном месте был установлен регулируемый светофор, проведены пусконаладочные работы. Кроме того, дорожники нанесли разметку пешеходного перехода и установили специальные дорожные знаки. Таким образом, к началу нового учебного года на этом участке дороги безопасность движения будет обеспечена. Эта информация завершила наш сегодняшний выпуск. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. Мебельный магазин «Цвет диванов», расположенный по адресу вокзальная 50, предоставляет мебель по доступным ценам. В магазине регулярно проводятся акции, скидки, распродажи. Обращаться по телефону плюс семь девятьсот сорок девять пятьсот два ноль пять два нуля. Теперь и в Харциске доставка товаров из популярного маркетплейса бесплатно. Как это работает? Очень просто. Первое. Сканируете QR-код пункта выдачи заказов в Харциске, в котором вы хотите получить заказ. Это или улица Октябрьская, 84, или микрорайон Юбилейный, 4. Второе. Оформляете заказ, выбрав наш партнерский пункт. Третье. Оплачиваете заказ и отслеживаете его через приложение. Наконец, четвертое. Когда статус заказа будет готов к получению, приходите за ним в наш пункт выдачи заказов в Харциске, на Октябрьскую, 84 или на Юбилейный, 4. Центр «Окон Идеал» – авторизованный партнер ведущих заводов-производителей ДНР. Производственный опыт работы 14 лет. Работаем только с сертифицированными материалами от ведущих мировых и отечественных брендов «Алюпласт», «Гринбау», «Дикюнинг», «Брусбокс», «Плауфенхофен», «Фрамекс» и алюминиевыми профилями «Алдокс». Принимаем заказы на металлопластиковые конструкции всех типов с профессиональным заводским монтажом. Производим отделочные работы. Для пострадавших от боевых действий и пенсионеров стабильно низкие цены. До конца июня действуют дополнительные скидки на профили класса А и Б. Работаем по всей территории ДНР. Сделать заказ можно в наших офисах, расположенных по следующим адресам. Улица Октябрьская, 41, рядом с магазином «Магнит». И улица Октябрьская, 30А, район магазина «Шик». Справки по телефонам. Плюс семь девятьсот сорок девять триста шестнадцать два ноля пятьдесят один. Плюс семь девятьсот сорок девять триста пятнадцать девяносто один семьдесят четыре. Центр «Окон-Идеал». Нам доверяют профессионалы. Паспорт Российской Федерации – это главный документ, который подтверждает личность человека. Получение паспорта – важное событие в жизни каждого гражданина России. Не получив паспорт, вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Не сможете легально устроиться на работу. Не сможете зарегистрировать брак и свой родительский статус. Не сможете взять кредит и оформить банковскую карту. Без паспорта Российской Федерации в скором времени не будут осуществляться пенсионные и социальные выплаты. Наконец, паспорт просто обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ